В 2024 году мы столкнёмся с одним из крупнейших климатических событий в мировой истории. То, что Эль-Ниньо сделает Землю в 2024 году, не имеет ничего общего с общим глобальным потеплением. Это экстремальное погодное явление, часть естественных циклов нашей планеты. И всё же оно может сильно ударить по нам. Эль-Ниньо зарождается в Тихом океане и оттуда влияет на все погодные циклы, а значит и на наше сельское хозяйство, окружающую среду и жизнь миллиардов людей. Драматические события, которые сейчас приближаются к нам, уже отбрасывают свои тени. Но чего именно нам стоит ожидать? Пострадает ли от этого и Европа? Ранним декабрьским утром в 17 веке перуанские рыбаки сделали тревожное открытие. Обычно прохладные и богатые рыбой воды неожиданно потеплели, и обилие рыбы резко сократилось. Это внезапное исчезновение кормовой базы всего прибрежного населения стало первым задокументированным событием Эль-Ниньо. Начиная с 17 века люди наблюдали за этим внезапным появлением изменений в океанских течениях, погоде и температуре воды, а в Южной Америке этому явлению однажды дали название Эль-Ниньо – «мальчик в отсылке к младенцу Христу», так как феномен часто появляется на самых первых стадиях около Рождества. За десятилетия это явление преобразилось в самое значительное климатическое событие в мире. Спустя столетия в мире передовых технологий и науки мы знаем, насколько далеко идущим на самом деле является Эль-Ниньо и его влияние на климатический цикл Земли. Теперь мы знаем, что Эль-Ниньо является частью более крупного цикла, известного как Эль-Ниньо – «южное колебание», или сокращенно Энсо. В погодных циклах Земли всегда есть взаимодействие и явления, которые происходят парами, и поэтому более мягким аналогом сердитого мальчика является Ля-Ниньо – «девочка». Оба явления оказывают далеко идущее влияние на глобальную погоду, включая экстремальные погодные явления, такие как засухи, наводнения и штормы, причем Эль-Ниньо обычно бьет сильнее. В 2024 году мы можем столкнуться с одним из самых сильных событий Эль-Ниньо за всю историю наблюдений, и ученые уже предупреждают о возможных последствиях. Мы можем ожидать непредсказуемых погодных условий, сильных стихийных бедствий и разрушительного воздействия на сельское хозяйство по всему миру. Могут пострадать запасы воды и биоразнообразие, а регионам, которые обычно благословляются дождями, может угрожать засуха. С другой стороны, регионы, где осадков выпадают мало, во время Эль-Ниньо часто испытывают сильные ливни с наводнением. Эль-Ниньо переворачивает нашу погоду с ног на голову. Не стоит его недооценивать. Эль-Ниньо и Ля-Ниньо. Кто бы мог подумать, что одно единственное событие где-то над Тихим океаном приведет в действие целую цепь взаимодействий по всему миру. Нам, людям, потребовались столетия, чтобы наконец понять, насколько сложна и чувствительна наша планета и ее климат на самом деле. Глядя на нынешнюю ситуацию, кажется губительным, что мы только сейчас, когда уже так много разрушено, просыпаемся к тому, что действительно важно в этом мире. Эль-Ниньо и Ля-Ниньо уже существовали, когда люди не строили атомные электростанции и не выбрасывали в воздух массы СО2. Эти два противоположных, но неразрывно связанных явления соединены в вечном танце, как часть большого цикла Энсо. Каждый их шаг оказывает влияние на весь мир. Эль-Ниньо более теплое из этих двух явлений. Оно возникает, когда пассаты, которые обычно дуют через Тихий океан, ослабевают или меняют направление. Это изменение приводит к тому, что теплая поверхностная вода, которая обычно движется на запад, перемещается обратно на восток и распространяется по центральной и восточной части Тихого океана. Последствия драматичны. Температура поверхности моря может подняться более чем на 2 градуса по Цельсию выше среднего уровня, что вызовет каскад погодных изменений. Сильные дожди и наводнения в Южной Америке, засухи в Австралии и Юго-Восточной Азии и даже потепление средней глобальной температуры. Вот лишь некоторые из разрушительных последствий. В 1998 году мы пережили одно из самых сильных событий Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. И тот год был увековечен как один из самых теплых за всю историю наблюдений. Сегодня метеорологи знают, что растущая жестокость Эль-Ниньо с большой вероятностью связана с нашими действиями по всему миру. Антропогенное глобальное потепление встречается с монументальным погодным явлением, и вместе они могут привести к ужасным последствиям для планеты. Но чего нам стоит ожидать на этот раз? Изменение климата не было так хорошо известно, как сейчас. Ученые только начинали осознавать резкие перемены. Но даже тогда последствия Эль-Ниньо были хуже, чем когда-либо. Поэтому в 2024 году мы должны ожидать очередного усиления. Центральная Европа может столкнуться с продолжительными засухами и наводнениями. Можно ожидать наводнений на Рейне и Эльбе, а также мы можем пережить лето века с необычно высокими температурой и засухой. Ля-Ниньо – более холодный аналог Эль-Ниньо. Возникает, когда пассаты усиливаются и гонят теплые поверхностные воды еще дальше на запад. Это приводит к усиленному подъему холодной воды из глубин океана в восточной части Тихого океана. Ля-Ниньо приносит свой собственный набор глобальных изменений. Более сухую погоду в Южной Америке, обильные осадки в Австралии и Юго-Восточной Азии, а иногда и более холодные зимы в Северной Америке. Оба явления завораживают своей сложностью, и они имеют решающее значение, если мы хотим понять и, возможно, спасти весь глобальный климат. Сейчас ученые используют самые передовые климатические модели и спутниковые данные, чтобы как можно лучше предсказать оба события. Выводы исследователей сейчас имеют решающее значение, и они предупреждают нас об этом. Климатический хаос надвигается в 2024 году. 2024 год может стать поворотным моментом в истории климатических явлений Эль-Ниньо и Ля-Ниньо и всего земного шара. Ученые предсказывают, что мы можем столкнуться с одним из самых сильных событий Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Но что это означает конкретно? Климатические модели рассчитали события Эль-Ниньо на 2024 год, которые приведут к сильным дождям, наводнениям, а также засухам и тепловым волнам. В 1997-1998 годах Эль-Ниньо вызвал сильные наводнения в Южноамерике и разрушительные засухи в Юго-Восточной Азии и Австралии. Люди в этих регионах мира боятся и вполне обоснованно. Никто из нас не может контролировать погоду. Мы меняли ее своим поведением и своей промышленностью, но теперь мы бессильны перед лицом этих разрушительных изменений. Что можно сказать наверняка, так это то, что все страны пострадают от разрушений, которые может вызвать Эль-Ниньо. Далеко идущие изменения, такие как неурожай, голод или стихийное бедствие, теоретически могут затруднить каждый регион и каждый город в мире, при этом некоторые регионы будут особенно уязвимы. Сильное явление Эль-Ниньо 1982-1983 годов продемонстрировало важность раннего прогнозирования и подготовки, чтобы минимизировать последствия для сельского хозяйства, водоснабжения и здоровья людей. В Южной Америке разрушительные наводнения произошли в 1982-1983 годах. Перу и Эквадор понесли значительные сельскохозяйственные потери из-за необычно обильных осадков. Австралия и Индонезия пережили сильные засухи, которые привели к нехватке воды и неурожаю. Эти засухи имели далеко идущие экономические последствия для обеих стран. В Индии, напротив, ослабление муссонных дождей привело к снижению неурожайности, что также сказалось на обеспечении продовольствием различных регионов. Африка и в особенности большие части Восточной Африки, такие как Кения и Танзания, также переживают засуху, нищету и голод. В Северной Америке, напротив, Эль-Ниньо привел к более мягким зимам в США и Канаде, что привело к увеличению количества вредителей на следующий год. Калифорнии выпало очень много осадков, и им пришлось бороться с наводнениями и оползнями. Также возросла активность циклонов в Тихом океане, что привело к дополнительным разрушениям и проблемам. Последствия Эль-Ниньо ощущались по всему миру в виде сбоев на мировых рынках продовольствия, а фондовый рынок колебался из-за роста цен на основные продукты питания и поставщиков энергии. Мировому сообществу пришлось сплотиться и собрать средства для помощи пострадавшим странам. Эль-Ниньо придет, в этом можно не сомневаться. Так чего же следует ожидать каждому из нас? Сельское хозяйство особенно чувствительно к колебаниям Эль-Ниньо и Ля-Ниньо. В годы с сильным Эль-Ниньо неурожаи могут привести к нехватке продовольствия в некоторых регионах, в то время как в других областях может наблюдаться неожиданный избыток урожая. Эти изменения требуют гибких стратегий адаптации и дальнейшего сотрудничества между правительствами. Ты можешь заметить, что некоторые продукты питания или импортные фрукты и овощи стали более дорогими или дефицитными. Для рыбной промышленности Эль-Ниньо и Ля-Ниньо могут принести кардинальные изменения. Если популяции рыб смещаются из-за изменения температуры моря и течений, то уловы в некоторых регионах могут прекратиться со дня на день. Эль-Ниньо часто приводит к резкому сокращению популяции анчоусов у берегов Южной Америки. А ведь эти маленькие рыбки являются основным продуктом питания в Южной Америке. Даже на мировых рынках этот деликатес может стать редким и дорогим. Рыба может стать дороже в целом. В годы, когда происходили особенно сильные события, были возможны экстремальные колебания цен на сырье и сбои в цепочке поставок. В итоге это сказывается на инфляции и финансовых бюджетах стран и компаний. Последствиями может стать общий рост цен. Там, где случаются наводнения и засухи, повышается риск распространения таких заболеваний, как малярия, лихорадка, ДНГ и холера. Здесь необходимы международные спасательные команды и помощь, и это также затронет страны Центральной Европы. Тем не менее, Эль-Ниньо и Ля-Ниньо не враги и не злопыхатели. Они часть души нашей планеты, дающая нам представление о ее сложных механизмах. Земля прекрасно справлялась с этими колебаниями на протяжении тысяч лет. Только мы, люди, становимся все более уязвимыми с нашей сложной цивилизацией и растущим населением планеты. Как мы можем защитить себя? Ты можешь предпринять шаги, чтобы защитить себя и свое окружение от последствий Эль-Ниньо. Прежде всего, важно, чтобы ты регулярно информировал себя о прогнозах погоды и климатических сводках. Если у тебя есть сельскохозяйственный или садоводческий бизнес, ты должен быть готов к засухе и жаре. Во время засухи особенно важно экономить воду. Ты можешь принять такие простые меры, как сбор дождевой воды, сокращение полива в саду и устранение протечек в доме. Любое количество сэкономленной воды может иметь значение в периоды засухи. В зонах наводнений рекомендуется проверять дамбы, сохранять бдительность и следить за осадками и в соседних штатах. Если наводнение неминуемо, необходимо эвакуировать жителей нижних этажей домов, находящихся под угрозой. Планируя поездку, обязательно обрати внимание на страну назначения и на то, насколько она чувствительна к явлениям Эль-Ниньо. Возможно, ты забронируешь поездку в Южную Америку, Африку или Азию в начале весны, а к тому времени, когда наступит лето, эти страны превратятся в кризисные зоны. Летом здесь, в Центральной Европе, нас, вероятно, тоже ожидает необычайно жаркое сухое лето. Это может быть как приятным, так и изнурительным. Тех, кто не переносит жару в этом году, скорее всего, ждет неприятный сюрприз. Стань подписчиком прямо сейчас и никогда не пропускай новые видео.